С праздником! Так приветствовали друг друга, пришедшие утром 7 ноября на площадь Ленина. У памятника вождю революции собралось около 50 человек. В основном это пожилые люди, вся молодость и юность которых прошла в советские годы. У них еще не стерлись воспоминания грандиозных парадов и шествий по главным улицам. Для них этот день – значимая веха в истории нашего народа. Для нашей страны и для меня как гражданина нашей Белоруссии – это очень важный праздник. Почему? Потому что я уже в 15 лет, так сказать, вынужден был и пошел, 15 лет пошел защищать нашу страну. Идеи Великого Октября бессмертны, и их надо знать, их надо уважать, надо любить. Беларусь благодаря Великой Октябрьской социалистической революции обрела независимость, обрела свою государственность и будущее для Белоруссии только социалистическое. Кроме ветеранов, в возложении приняли участие представители Коммунистической партии Белоруссии, общественных организаций города и БРСМ. По словам первого секретаря областного комитета Коммунистической партии Белоруссии Алины Севрук, день Октябрьской революции – главный праздник, который повлиял не только на ход мировой истории, но и на становление белорусской государственности. В единственной стране постсоветского пространства день 7 ноября остался праздничным днем. И не только праздничным днем. Многие трудовые коллективы сверяют свои часы по этому знаменательному событию. И пример тому вчерашний день, сегодняшний день, когда они будут салютовать Великому Октябрю своими трудовыми подвигами, своими достижениями, вводя в строй новые объекты социального значения. Люди получили землю, 8-часовой рабочий гарантированный день, социальные, те, которые можно было в то время позволить государству благо, они уже начали их получать. И они стали людьми, понимаете? Ну и для нашего государства, для нашей Белоруссии, вот мы в конце декабря, начале января будем праздновать 95-летие образования БССР и Компартии Белоруссии. Вот эта дата выходит из октября. День 7 ноября носит официальный статус государственного праздника в Белоруссии, Киргизии и Приднестровье. Сегодня отношение мировой общественности к революции 2017 года неоднозначно, но каждый человек имеет право на свое мнение, на свою оценку тем событиям, которые происходили в нашей истории. Но самое главное, что из каждой истории необходимо извлекать уроки, желательно правильные. Продолжение следует...